Канал Игромании. Ни один стоматолог мира не сможет запломбировать этот канал. Подпишитесь. Субтитры создавал DimaTorzok Космодесанта полезен в хозяйстве. Обо всём этом и многом другом уже через несколько секунд. В прошлую среду компания Activision провела официальную презентацию шутера Call of Duty World War II и представила дебютный трейлер игры. В нём показана знаменитая высадка американских солдат на берегах Нормандии в день Д. Разработкой занимается студия Sledgehammer Games. В рамках презентации авторы рассказали, что помимо сюжетного и сетевого режимов, нас ждёт кооперативная зомби-компания. Информация о ней успела просочиться в сеть ещё на позапрошлой неделе. В разработке игры участвует звезда трансформеров Джош Дюамель. Что до мультиплеера, то в нём нас ждёт множество нововведений. Например, режим «Война». В нём есть своё повествование, завязанное на выполнение заданий на локации. Игроков ждут штабы, некие специальные зоны. Также стало известно, что разработчики решили отказаться от одной из ключевых механик серии — автоматического восстановления здоровья персонажа. Вы должны бояться каждой пули. Вы не супергерой, способный стоять во весь рост, пока в него не попадут раз семь, а потом нырнуть в укрытие и продолжать стрелять оттуда. «Мы давно уже не имели дела с наивными новобранцами, которые не могут сравниться с опытными солдатами. И нам очень важно показать эту уязвимость. И настоящая опасность может обеспечить совершенно другой игровой процесс», рассказал один из основателей Слэджхаммер Глен Скофил. Релиз игры назначен на 3 ноября. Подробности о проекте ищите в нашем эксклюзивном превью на сайте игромания.ру. Дизайнер классических игр серии XCOM Джулиан Голлоб вместе с основанной им студией Snapshot Games начал кампанию на краудфандинговом сервисе FIG. Для работы над духовной наследницей XCOM, пошаговым симулятором тактических сражений Phoenix Point, студии требуется 500 тысяч долларов. На момент написания новости было собрано 92% от необходимой суммы, а проект поддержало более 6 тысяч человек. По сюжету, в 2020 году в тающей вечной мерзлоте был обнаружен неизвестный вирус. Он подчинил себе морских обитателей, а теперь мутагены с помощью тумана проникают на землю. К 2057 году человечество оказалось на грани вымирания. Выжившие собраны в изолированных гаванях, которые контролируются несколькими фракциями с разными идеологиями и отношением к вирусу. Спасти мир призван секретный проект Phoenix, который должен быть активирован, если человечество окажется в опасности. Игроки контролируют одну из ячейк организации, собирая лучших ученых, инженеров и солдат мира. Вскоре выясняется, что нет контакта с другими ячейками, и нужно узнать, что же с ними случилось. Джулиан Голлоп обещает одну из самых детальных и разнообразных стратегий в истории. Работа над игрой ведется уже год, и в настоящий момент студия доделала тактическую боевую систему и создала эффективный искусственный интеллект. Релиз Phoenix Point запланирован на конец 2018 года на PC. Французская корпорация Vivendi не оставляет попыток приобрести компанию Ubisoft. Постепенно медиамагнат скупает все больше акций и в настоящее время уже владеет пакетом в 25%. Чтобы по французским законам открылась возможность выкупить компанию, необходимо получить 30%. И по некоторым данным, окончательное поглощение состоится уже в этом году. Такому исходу способствует постоянное падение стоимости акций Ubisoft. Французское издательство, выпустившее знаменитые серии Assassin's Creed и Far Cry, намеренные далее бороться за свою самостоятельность. Генеральный директор Ubisoft Ив Геймо уверен, что в противном случае Ubisoft будут управлять люди, не понимающие, как добиться успеха в индустрии и сохранить лицо компании. В случае поглощения под угрозой окажется работа над Beyond Good & Evil 2, а также прочими небольшими играми и полностью новыми проектами. Vivendi принадлежит крупнейшая музыкальная компания Universal Music Group, телесеть, Каналь Плюс и ряд других предприятий. А в прошлом году корпорация полностью поглотила Game Loft, компанию-побратима Ubisoft, которой руководил Мишель Геймо. Mail.ru Group объявила о создании подразделения под названием Mail.ru Games Ventures. Это фонд, который финансирует различные проекты в области разработки видеоигр. В течение ближайших двух лет компания планирует выделить на это сотню миллионов долларов. Получить финансирование смогут не только сформировавшиеся студии и издательства, но и молодые специалисты. Создатели видеоигр смогут рассчитывать на Mail.ru Group, как на издателя, и задействовать ресурсы компании. Игровое направление — одно из приоритетных для группы. Создание Mail.ru Games Ventures — логичный шаг в развитии бизнеса, и он позволит существенно нарастить потенциал компании в этом направлении, заявил Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group. Помимо прочего, компания предлагает разработчикам поддержку в области маркетинга и аналитики, а также другую помощь. Mail.ru Games Ventures будет находить и развивать международные перспективные разработки в игровой индустрии, а также содействовать экспансии локальных продуктов на мировой рынок, сообщил директор фонда Илья Карпинский. «Мы и будем не только предлагать командам финансовую поддержку, но и оказывать необходимую помощь в развитии». Конец цитаты. Подать заявку на финансирование молодые и амбициозные разработчики могут уже сейчас. Неожиданные новости пришли из КНР. Местная компания Beijing Starlet Movie & TV Culture намерена снять экранизацию знаменитого аркадного боевика «Контра» японского издательства Konami. Как сообщают СМИ, в апреле этого года сценарий фильма был вынесен на рассмотрение китайского цензурного комитета и, вроде бы, успешно прошел проверку. Согласно имеющейся информации, сюжет картины будет близок к оригинальной игре 1987 года, но некоторые детали изменят в угоду национальной специфике. Так, например, действие развернется не рядом с Новой Зеландией, а в Южно-Китайском море. Главными героями будут спецназовцы Билл и Лэнс, которых китайские военные послали на необитаемый остров уничтожить террористическую организацию «Красный сокол». В ходе миссии они выясняют, что бандиты на самом деле служат злобному пришельцу, который прибыл на Землю еще в конце 80-х. Бравым солдатам предстоит уничтожить инопланетную тварь, чтобы та не поработила Землю. Интересно, что в оригинальной игре Билл и Лэнс срисованы с Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне. Сыграют ли героев приглашенные американские звезды, или же это сделают местные актеры, пока неизвестно. В сети также ходят слухи, что одну из ключевых ролей в фильме исполнит популярная китайская актриса Цзинь Тян, которую можно было видеть в недавних блокбастерах «Стена» и «Конг. Остров черепа». Дата выхода китайской экранизации «Контра» пока не разглашается. Продажи Resident Evil 7 за прошлый финансовый год достигли трех с половиной миллионов копий. Ужастик Perception выйдет на Xbox One, PS4 и PC 30 мая. К Forza Horizon 3 выйдет дополнение с машинками Hot Wheels. Создатели Overwatch планируют выпустить в этом году три новые карты. Fighting Marvel vs. Capcom Infinite выйдет 19 сентября. К выходу стратегии Warhammer 40 000 Dawn of War 3 компании Sega и Relic выпустили нестандартный рекламный ролик. В нем они показали преимущество силового кулака космодесантника. Причем рабочее оружие ближнего боя было натурально воссоздано умельцами из команды Rewind. Детали к силовому кулаку были напечатаны с помощью 3D принтера, а саму реплику снабдили пневматическим цилиндром. Изделие весит почти 10 килограммов, а его ударная сила составляет более 3000 ньютонов. В ролике показано, как с помощью этого крайне необходимого девайса можно решать бытовые проблемы. Например, успокаивать шумных детей или устранять засор в канализации. Эх, жалко, что в продаже такая замечательная вещь не появится. А вот другая игра, которая вышла на прошлой неделе, получила совсем не такую рекламу, какую хотели бы издатели. Боевик снайпер Ghost Warrior 3 стал известен на весь интернет своими неприлично долгими, по сегодняшним меркам, загрузками. Игра готовится к запуску больше 5 минут. Наш зарубежный коллега Иэн Хиктон с портала Еврогеймер решил в ходе эксперимента выяснить, сколько всего полезного можно успеть сделать, пока грузится третий Ghost Warrior. В качестве единиц измерения он выбрал скоростное прохождение приключения Goin' Home, заезд в Mario Kart 8 Deluxe, на Nintendo Switch и ловлю карманных монстров в Pokemon Go. Трассу в Mario Kart журналист прошел за 3 минуты, снайпер все еще грузился. Игра про исследование дома была пройдена насквозь 4 раза, боевик продолжал грузиться. И даже с Pokemon Go все почти получилось. Хиктон успел дойти до ближайшего покестопа и почти вернулся домой, когда уровень наконец-то был готов к запуску. Итого на загрузку ушло больше 5 полных минут. Чтобы оправдать такое длительное ожидание, игра должна быть по-настоящему хороша. Но как следует из отзывов критиков и геймеров, это, к сожалению, не тот случай. Студия Far South Creations представила видео с геймплеем нового ролевого экшена Sunless Chronicles. Что примечательно, в студии только один разработчик. Как отметил автор, в ролике показана игра на ранней стадии разработки. Сделана Sunless Chronicles на движке Unreal Engine 4. Создатель подчеркнул, что во многом черпал вдохновение в играх серии Dark Souls. Планируется релиз игры на персональных компьютерах, а также на всех платформах, для которых удастся получить лицензию. Предположительно, Sunless Chronicles выйдет уже в этом году. Пользователи YouTube отнеслись к новому проекту с одобрением и стали предлагать разработчику свою помощь. От себя добавим, что выглядит экшен не хуже, чем какая-нибудь Lords of the Fallen, а может быть даже и сама Dark Souls. Очередное доказательство, что упорство и профессионализм позволяют даже одиночкам достигать невиданных вершин. Когда-то бурановские бабушки были настоящим феноменом отечественной музыкальной индустрии. Оригинальное звучание, национальный колорит и самоирония обеспечили им невероятную популярность. Но, к сожалению, после конкурса Евровидения интернет о них как-то позабыл. Пока на прошлой неделе в сети не появился рекламный ролик экранизации Mortal Kombat, снятый кабельным телеканалом TNT4. В нем бодрые старушки в русской народной манере распевают знаменитую музыкальную тему из фильма. Вот уж действительно неожиданный кроссовер. Пожалуй, Эду Буну и компании следует взять коллектив из России на заметку. С таким сопровождением любая битва станет куда задорней. Стильные работы сербского художника Дмитрие Милджуса. Красочные рисунки Чейза Никола. Косплеер Маул в образе Геральта удивляет народ на Уолл-стрит. Потрясающий Мегамен. Невероятного качества косплей по Final Fantasy XV. Эммм, парень, тебе ничего не мешает? Лошадку жалко, но сама виновата. Игрок научился контролировать погоду силой мысли. Кажется, Линк немного запыхался во время подъема. Вот и все на эту неделю. Играйте только в лучшие. Неожиданные новости пришли из КНР. Местная компания Baiting Starlet Movie & TV Culture. Все это одна компания, а не пять. Субтитры подогнал «Симон»!